Друзья, всем огромный привет! Я рада вас видеть на моем канале и сегодня хочу снять видео на достаточно популярную тему. Это самые стойкие ароматы в моем парфюмерном гардеробе. Убой на стойке. Я вот собрала десяточку из люкса и десятку из нишевых и птиковых ароматов. Разделю это видео на две части. Сейчас буду говорить о люксе, потому что в люксе тоже огромное количество убой на стойких ароматов. И знаете, раньше мне очень нравилось нанести утром аромат, а на следующее утро повернуться на подушке и почувствовать его такой остаточный флер от себя. Сейчас же, последние полгода я ловлю себя на мысли, что я стараюсь избегать в носке таких убой на стойких парфюмов, потому что мне утром хочется так пахнуть, а ближе к вечеру уже совсем иначе. Самым большим кошмаром для меня оказалось в итоге убой на стойкие ароматы, которые еще и монотонные. Я стараюсь избавляться от таких экземпляров, потому что для меня просто нет ничего хуже, когда в течение дня я слышу одну заезженную пластинку, назовем это так. Я могу просто возненавидеть такой аромат. Пишите, пожалуйста, в комментарии, как вы относитесь к стойким ароматам. Для меня все-таки, наверное, важнее шлейфовость, яркость композиции и, конечно же, ее переливчатость и гранут. Это, наверное, самый главный для меня критерий. Тем не менее, давайте начинать. И один из самых стойких ароматов в люксе на мне является Нарцисса Родригес Флёр Маск. Хотя он достаточно такой воздушный, хоть и плотный аромат. Я его слышу на себе до следующего утра. Он какой-то вот прям прилипчивый для дна моей кожи, повторюсь. Но если говорить вообще о бренде Нарцисса Родригес, то у меня был белый кубик. И вот он был вообще просто нереально прилипучий, очень громкий, очень стойкий. Мне кажется, если он попадал вообще на волосы или на одежду, это до стирки, до мытья. Поэтому, если вот говорить о Нарциссе Родригес, это белый кубик. Но из того, что есть у меня, то это Флёр Маск. Нежнейший, красивый, мускус с элементами чистоты и цветочными оттенками. Итак, очень стойкая на мне это Клоэ, парфюмерная вода классическая. Вот этот пузыречек у меня уже очень-очень давно. И особенно ярко, шлейфово и стойко, мне кажется, этот аромат именно в холодное время звучит. Он мне очень дорог, потому что он имеет две грани. Вначале это такая кисленькая, освежающая розочка. Здесь личи моя любимая есть. А вот база у него более теплая, какая-то уютная, такая мягкая. То есть аромат меняется до неузнаваемости. В свое время у меня была также туалетная вода, которая еще более такая звенящая. И она тоже была убойно-стойкая. Вообще бренд Клоэ на мне держится до победного. Я тоже по этой причине очень любила и уважала. И сейчас достаточно хорошо отношусь к этому дому. Поэтому вот Клоэ, да. И, кстати, да, еще что я вспомнила. У меня нет ни одного аромата Шанель. Но это вот что ни отнять, ни прибавить. Это тоже ароматы в люксе, где стойкость зашкаливает. Даже тот же самый Шанель Шан Стендер, который у меня закончился. Это тоже такой аромат. Вроде бы легкий, воздушный, но очень прилипчивый. Следующий аромат, который для меня тоже очень стойкий. И я его слышу на утро. Это Валентина Донна Аква. Это такой сладкий замес грушевых, дюшесных оттенков, леденцов, шипучести, лимонадности с сладким засахаренным миндалем. Это очень сладко. Еще здесь, возможно, есть какие-то цветочные ноты. И, наверное, они меня как-то подушивают и раздражают местами. Этот аромат я ношу только на холодном воздухе. Вот ранняя весна, для него идеальное время. Он очень такой шипучий, леденцовый, сладкий, вкусный, но вот бывает очень назойливый. Поэтому за столько времени, по-моему, на меня уже года два, я вот совсем-совсем немножечко... Дальше пойдет череда таких старичков всем известных, но мною горячо любимых. Например, черный кристалл Версачи. Для меня это тоже очень стойкий аромат. Иногда я скучаю по нему, потому что он для меня исключительно вечерний. Такой для прогулки в холодном ночном городе, праздничном, в огнях. И ты такая вся при параде, нарядная, счастливая. Вот такие ассоциации он у меня дарит. Очень красивый пряный кокос с имбирем. То есть такое сочетание сладости, пряности. И я люблю этот парфюм, не знаю аналогов на него похожих. И когда я скучаю, просто брызгаю даже в комнате, в спальне. Если попадает на подушку, то будет держаться, пока не постираешь налочку. В комнате тоже будет пахнуть целый день. Люблю яркий, запоминающийся, контрастный, мною горячо любимый аромат. И сюда же я отнесу Линстен Мэджик от Герлен. У меня это старый выпуск, считается, что это такой вот старичок с темными боками. Потом выходили флакончики с прозрачными боками. И потом уже переформулированный, да, вот в этих флаконах пчелках. Я поэтому не знаю, какой сейчас он стал. Я его не сравнивала, признаться. Я знаю, что, например, просто Линстен, он реально изменился. Он стал воздушнее, нежнее. Был он гораздо плотнее раньше. Сейчас такая более облегченная версия. Возможно, с Линстен тоже самое. Потому что даже когда я только купила этот аромат, мне хватало одного пшика, чтобы его слышать целый день и слышать его на утро. И мне безумно нравился на утро его такой миндальный, именно пудровый шлейф. Точнее не шлейф, а флер. И поэтому, когда я нашла для себя Прада Миндаль, для меня вот Прада Миндаль, я всегда говорила, что это как такой выветренный вариант Линстен или такой как летний фланкер Линстен Мэджик. Вот я обожаю этот аромат. И это тот парфюм, который на моей коже держится до победного, держится до следующего утра. И даже больше скажу, что в нем есть вот эта вот особенная красота, да, за что мы любим парфюмерию. Это его экран, вот постоянные переливы. Иногда не узнаю его от себя и думаю, что от кого-то шикарно пахнет. Потом понимаю, что шлейф преследует меня, то бишь это мой запах. Сюда же я отношу, конечно же, такой старичок как Инсаленс. И тоже, к сожалению, не знаю, насколько отличаются перевыпуски в флаконах с пчелками. Но вот у меня туалетная вода. И даже про нее я могу сказать, что парфюм настолько стойкий и яркий, что когда-то я просто вот так открывала крышку, доставала, когда из коробки открывала крышку. И муж, сидящий спиной в этой же самой комнате у компьютера, не поворачиваясь, говорил, что ты опять достала свой дихлофос. Он его раньше так называл. И это такая красота. Это самая красивая фиалковая ирисовая пудра со смолами. С каким-то цветочным замесом. В виде зелья такого колдовского. Я очень люблю этот парфюм. И можно переборщить до головной боли. Рассказывала, что люблю его носить только именно холодной, такой моросящей осенью. С порывами сильного ветра. Когда вот прям продувает до костей, вот тогда это что-то нереальное. Вообще этот аромат очень любит дождь. Ну, нельзя было сюда не добавить лавиабель, которая долгое время у меня были вот такие вот как миниатюрки, да, присылаемые в таких маленьких флакончиках их. Долгое время для меня это был такой назойливо-ядреный аромат. Но весь секрет приручения этого парфюма в том, что его нужно носить именно на коже. Вот на одежде он как-то рисковато звучит, как-то слишком нагло и вызывающе. А на коже он начинает меняться, он начинает выдавать такие вкусные, именно гурманские ноты. Хотя на одежде он всегда был такой сладкий, но не гурманский люкс. Вы знаете, я прониклась к нему, когда начала его наносить буквально по одному пшику на ночь. И мне настолько было уютно, комфортно. Я просыпалась этим ароматом и чувствовала себя прекрасно. Красивый аромат, который уже, наверное, стал в какой-то степени легендой. Конечно же, еще один мой убой на стойке люкс это Mugler Angel. У меня это туалетная вода. Парфюмерная вода для меня это перебор. Я не могу ее носить, она для меня слишком тяжелая. Этот аромат тоже я не сразу приручила. И я не могу его носить в помещении, я не могу его носить в любое время года. Для меня это исключительно аромат на мороз. Так как у нас снег и мороз это такое редкое событие. В общем-то, часто снег быстро превращается в лед, либо в какое-то грязное месиво. Но вот когда такие деньки появляются, то я очень люблю этот аромат. Он становится не таким колючим, более аккуратным, более гурманским даже. То есть у него такие какие-то несъедобные холодные сладости сразу превращаются в вкусняшки. Приятные вкусняшки, но остается какая-то холодинка, космическая отстраненность. Это тоже в нем остается. Остается действительно такой аромат необычный, неординарный, самобытный, запоминающийся. Очень шлейфовый и очень-очень-очень стойкий. Я, в общем-то, этот аромат люблю. Одно время думала от него избавиться, но решила, что нет, пусть будет. Следующий аромат вот из последнего. То есть я вот обратила внимание, что все-таки такие самые у меня стойкие в люксе ароматы, это как бы уже старички, да, уже которым лет 8-10. Но вот из новичков все-таки такой у меня есть. Это Эльса Апроял. И я уже много-много-много раз вам о нем рассказывала. Это очень яркий, очень такой запоминающийся тоже аромат, такой аромат зелья для меня. В этом аромате стойкость также идет в ногу с его громкостью и убойностью. И тоже здесь нужно выбирать дозировку уменьшать. Но я его полюбила именно за раскрытие, неоднократно рассказывала. Как-то старт вот этот ядреный не особо меня привлек. И я бы прошла мимо, если бы не услышала, как красиво аромат раскрывается. И неоднократно встречала отзывы. И мне девочки писали, и другим блогерам писали. Они иногда тоже публикуют в Инстаграме отзывы своих зрителей. И тоже читаю, наблюдаю, что люди пишут, что вначале не понравился, как-то вообще не зацепило. Вот потом в такую-то погоду, при такой-то ситуации, при такой дозировке аромат меня просто покорил и влюбил. Ему нужно дать время, чтобы он вам себя показал во всей красе. На удивление стало также встречать комментарии, что некоторые в этом аромате слышат рассол. Я рассол не слышу, поэтому все-таки, наверное, тестируйте перед покупкой. Не берите слепую. Ну, как в общем-то, вообще не надо никогда, наверное, брать слепую, но мы без этого не можем. И первое место я все-таки решила отдать черной орхидее. Это может быть и просто черная орхидея, да, первая в черном флаконе. Это может быть и бархатная орхидея, которая у меня есть в Ливанте. И вот этот вот парфюм 2020 года, это тоже убийственно, просто убийственно стойкий аромат. Здесь тоже долго разглагольствовать смысла нет. Все прекрасно знают черную орхидею. И я думаю, многие уже познакомились вот с этой новинкой, да, которая имеет более упрощенную пирамиду. И мои любимые ноты, такие как слива, ром. И орхидею тоже я люблю, деревяшечки. В общем, здесь много всего того, что я люблю. Кстати, я пару дней просила мужа поносить этот аромат. И знаете, что он мне говорит, что этот парфюм пахнет сеном. Вот, пожалуйста. Я в нем слышу деревяшки, пропитанные ромом, а он слышит сено. У меня, кстати, как я уже сказала, есть от Ливант бархатной орхидеи. Это тоже очень красивый парфюм. И тоже мой муж его не одобряет. Говорит, что это такой аромат, от которого может разболеться голова. Поэтому пока что ограничиваюсь только от Ливанта. Но, наверное, как-нибудь все равно себе приобрету. На этом первая часть подошла к концу. Спасибо огромное за внимание. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какие у вас рекордсмены по стойкости. Все названия, как всегда, подписаны в инфобоксике. Заглядывайте. Инфобокс – это место под видео, где блогер оставляет всю самую нужную информацию. Ну, а с вами была Карина. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok